В 20 веке Херлофф Битструб родился в 1912 году в Берлине, Германии. Его отец был из Дании. Он приехал в Берлин, где и познакомился с матерью Херлоффа. Его отец также был художником, в том числе занимался малярными работами. Именно он и привил любовь к живописи своему сыну. Отец Херлоффа был не просто его первым учителем, он был также его первым критиком, а сюжеты для первых работ он привозил ему из своих многочисленных поездок. Мне было очень сложно отказаться и абстрагироваться от моей фантазии и рисовать прямо с натурой. Но со временем я приобрел необходимые навыки. Но вскоре произошла одна небольшая трагедия, которая полностью изменила отношение Херлоффа к родной Германии. Дело в том, что во время Первой мировой войны отца Херлоффа стали предозревать шпионажи. И так вышло, что спустя какое-то время его посадили в тюрьму. После того, как его отец вышел, семья навеки уезжает из Германии в Данию. С тех пор Херлофф Битструб ненавидит все, что связано с Германией, а особенно с немецким политическим режимом. Он начинает писать масляными красками, очень много практиковаться и посещать художественное училище в Дании. Херлофф Битструб делает абсолютно все, чтобы поступить в художественную королевскую академию в Копенгагене. И у него это удается. С 1931 по 1935 год он там с успехом обучается. Работает на многих работах, старается сделать практически все, рисует натурщиков, а также вечером куском недорогого угля скетчет прохожих и людей в общественном транспорте. После чего за ним фиксируется его замечательный стиль рисования. Считалось, что Херлофф Битструб может нарисовать карикатурного человека примерно за 15 секунд. После окончания художественной академии Битструб не видит никакого применения себе. Он работает художником на автомобильных гонках. Что ему там делать, спросите вы. В то время художники делали быстрые скетчи победителей для того, чтобы их успели напечатать в газетах. Обучение в художественной академии Копенгагена совпадает с ухудшением политической обстановки в Германии. Тут у Битструба включается старый добрый сарказм, а возможно и обида на немецкие власти, в связи с чем он рисует несколько весьма острых и саркастических скетчей на Адольфа Гитлера. Под рисунками были напечатаны тексты из речи Гитлера, и Битструб пошутил второй раз. Он выпустил серию рисунков и подписал их. Рисунки Битструба – речь Гитлера. Так Херлофф Битструб получил первую популярность. Рисунки в Культуркампенг привлекают огромное внимание общественности, и Битструбу предлагают работу на постоянной основе. Одна датская газета предлагает ему делать скетчи и, соответственно, политические зарисовки каждую неделю. Он проработает с этой газетой несколько лет, сделав более 70 рисунков, которые потом войдут в его сборник. В 1936 году ему предложили временно замещать художника в правительственной газете Social Democratic. Херлофф начал осваивать специальность газетного художника. Вначале он рисовал небольшие виньетки и делал зарисовки театральных премьер. Иллюстрировал новеллы в воскресных номерах газеты. Затем он начинает рисовать политическую сатиру. Объектами его шуток служат диктатор Франциско Франко, Адольф Гитлер и мастер пропаганды Йозеф Геббельса, который впоследствии даже назначает награду за голову Битстропа. После того, как он стал публиковать свои работы в газете каждое воскресенье, его работы вызывают огромное количество популярности в народе. Их начинают уже брать себе другие газеты, которые моментально расходятся по всему миру и в том числе попадают в Советский Союз. Мои рисунки сделаны на листах определенного формата, удобных для передачи их газетными средствами. Манера рисунка-штрих также связаны с версткой газетной полосы. Они должны с ней сочетаться. Мне кажется, что газетный художник не должен выделяться на полосе. Рисунок должен вписываться в целостную композицию газетного листа. Это не относится к последним полосам Ландук-Фольк, которые я компоновал самостоятельно из различных рисунков и подписей книги. Если же рисунок сделан на ту же тему, что и редакционная статья, и публикуется рядом, то они должны дополнять друг друга, сочетаться друг с другом, быть единым целью. Я сторонник именно этого подхода. Но не все художники разделяют. Многие хотят особо выделить, привлечь внимание к своим рисункам, насыщенными линиями и другими приемами. В 1943 году Херлув Битстроп вступает в запрещенную в Дании коммунистическую партию и начинает рисовать скетчи для ее подпольного журнала «Ландук-Фольк». А также с его работами продаются открытки. Все деньги от выручки идут в поддержку коммунистической партии Дании. Кроме политических рисунков, я делал для «Ландук-Фольк» каждое воскресенье юмористическую серию «Без слов». Эти серии были рассчитаны, главным образом, не на преданных коммунистов, а на сочувствующих, которых таким образом я привлекал к чтению нашей дании. Несмотря на анонимность карикатуры, которую Битстроп делает для коммунистического издания, его почерк уже очень известен по всей Дании. В связи с чем Битстроп вынужден взять всю свою семью и скрываться какое-то время в пригороде Копенгагена, в небольшом дачном домике. В 1945 году после окончания войны журнал «Ландук-Фольк» становится легальным и выходит первый официальный номер с рисунками Битстропа. Битстроп уходит из газеты «Соушал Демократан», несмотря на то, что является в ней самым выскооплачиваемым сотрудником. Школа компьютерной графики XYZ запускает новый курс по полному циклу разработки 3D-моделей. Ты изучишь все этапы ААА-пайплайна, начнешь с правильного сбора референсов, продолжишь пониманием и построением силуэта, научишься быстро понимать механику модели и покрасишь ее геометрию. Ты сделаешь готовый драфт модели и попробуешь его в контексте, а после мы разберемся с разверткой, запечкой и текстурированием геометрии, чтобы подготовиться к работе в геймдеве. Курс отлично подходит для начинающих и может стать стартовой точкой для входа в геймдев. Преподаватели — практикующие дизайнеры с огромным опытом, которые работали над такими проектами, как Love, Death and Robots, Call of Duty, Subnautica, World of Tanks, War Thunder, Quake Champions и Blitzkrieg 3. После каждого занятия студента выдается домашка. Каждый студент получает индивидуальный фидбэк от преподавателя, как в студиях. В финале обучения ты создашь свой проект по ТЗ реального заказчика, студии партнеров. После успешной презентации работы тебя пригласят на собеседование. Записывайтесь на курс, ссылка в описании. А также используй промокод CGSpeak для того, чтобы получить скидочку на данный курс. Рисунками Битструпа долгое время после окончания войны и нормализации всей политической обстановки стал юмор, а также простые бытовые социальные проблемы, которые Битструп считал смешными. Сюжетами его работ выступали обычные человеческие взаимоотношения между родителями и детьми, подчиненным и начальником. Битструп был очень острым троллем. Он троллил практически все, что только мог. Троллил политику, троллил религию, троллил взаимоотношения и, тем не менее, оказался очень смешным. Как правило, его работы состояли из следующего пласта. Они читались как некий комикс. Сверху слева направо и, соответственно, сверху вниз. Это была короткая история, рассказанная в формате иллюстрированного анекдота. В течение долгого времени я делал буквально каждый день по рисунку. Этого я не делал последние два года, потому что постарел, посидел. Время от времени сильно устаю. Все-таки 40 лет по одному рисунку в день – это многое, не считая всего остального. Рисунки очень динамичны и последовательны в своем сценарии, как какая-то некая раскадровка к фильму, где зритель может посмотреть развитие персонажей и то, к чему их это приводит. Как будто ключевые кадры из какой-либо анимации. Но поговорим про анимацию. По рисункам Битстропа даже было выпущено несколько мультфильмов. Правда, они не завоевали такой популярности, как его сконцентрированные комиксные работы. Битстроп не чурался в своем высмеивании абсолютно ничего. И несмотря на большую строгость правил в 50-е годы 20-го века, он, например, рисовал огромное количество иллюстраций с шутками про обнаженную натуру. И, как ни странно, несмотря на общую цензуру, его рисунки выставлялись в Советском Союзе в 1955 году в Пушкинском музее. Я благодарен Советскому Союзу за многое. За то, что Советский Союз победил в войне против фашизма. За то огромное гостеприимство, за то огромную дружбу со стороны людей, видевших мои рисунки и покупающих мои книги, которые здесь издаются. В послевоенные годы Херлов Битстроп очень много путешествует. Его зарисовки в путешествиях мгновенно разлетаются по миру. А различные бытовые сюжеты служат как раз-таки вдохновением для его работы. В 1952 году в составе датской делегации он впервые посещает Советский Союз. За свою жизнь Херлов Битстроп создал более 5000 иллюстраций. Херлов Битстроп продолжает путешествовать. Его зарисовки идут из Чехословакии, из Советского Союза и из многих других стран. А также в Советском Союзе он получает премию за укрепление мира. Я должен сказать, что в Дании значительно меньше любят мои рисунки, чем в СССР. У меня создалось впечатление, что советский зритель лучше понимает глубокий смысл большинства моих работ, чем зритель датский. Поэтому я считаю совершенно естественным, что место моим рисункам здесь. Херлов Битстроп прожил очень красивую и яркую жизнь. Он умирает 26 декабря 1988 года в Дании. Его работы, а также его альманах, состоящий из четырех книг с различными рисунками, по сей день достаточно сложно купить. Эти книги весьма дорогие, да и продаются в принципе не везде. Хотя вам я их очень советую. Надеюсь, вам понравился этот ролик-биография про жизнь одного из самых выдающихся художников 20 века. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!